Строить карьеру, оставаться хорошей хозяйкой и любящей женой одновременно не так-то просто, особенно если в семье появляется ребенок. Поэтому вопрос, легко ли быть современной мамой, всегда остается актуальным. Организаторы проекта «Мама 21 века» решили раскрыть все секреты успешных и заботливых мам. Задумка проекта составила в том, чтобы показать, что мама 21 века обладает различными качествами. Она умеет и ухаживать за собой, она умеет и танцевать, и петь, и крестиком вышивать. Семь участниц, которые проходили несколько этапов. Это интеллектуальный этап, это самопрезентация, это караоке-этап, спортивный этап. И сегодня у нас пенал хореографического этапа, девушки будут демонстрировать свои навыки именно в этом. Мамы, присутствующие на этом мероприятии, они покажут себя во всей красе. Что они могут? Потому что они, воспитывая детей, успевают ставить на хореографию, успевают посещать спортивные мероприятия и в то же время детей с собой брать. В течение месяца семь очаровательных мам показывали свои способности в кулинарии, караоке, хореографии. Соревновались на интеллектуальном этапе, а самой запоминающейся проверкой от организаторов был фитнес-этап. Мы бежали 5 километров и доказали всем, что мамочка это еще не только умеет классно готовить, да, но еще и классно за собой следит и за своим здоровьем. Для каждой мамы участие в подобных проектах можно назвать своего рода перезагрузкой. Вырваться из привычного быта и доказать всем, что мамы 21 века способны на многое. Хочется уже посмотреть, что мы можем сделать с собой и как мы можем поменяться. Очень интересное, необычное мероприятие, которое в моей жизни лично какие-то новшества принесло. Ощущение чувствовать себя в тонусе, то есть это стремление к чему-то себя совершенствовать. И когда у тебя много детей и ты все успеваешь совмещать, то есть на все находишь время. Вот это мама 21 века, я считаю. За время подготовки к финалу никто из участниц так и не вспомнил про конкуренцию и дух соперничества. Зато число подруг, ну или по крайней мере добрых приятельниц, увеличилось в разы. В части конкурса в принципе не первая, поэтому я знаю, что самое ценное и самое главное это то, что происходит в процессе. На самом деле такого духа соперничества у нас не было. Мы скорее как друзья, как подружки себя ощущаем. Эта дружеская атмосфера усложнила работу жюри. Оценивать конкурсантов оказалось очень непросто. На таком мероприятии я первый раз в жюри и очень приятно, что оказали доверие. Мне очень приятно создавать одежду для женщин, современных женщин, которые знают моду, следят за модой и следуют ей. В нашем конкурсе мы показали абсолютно разных мам. И family look представили. Это семейная одежда и мамы, и детей в одном стилевом направлении. Показали современных женщин, деловых, модных тенденциях благодаря коллекции нуаж. Ну и также показали, насколько может быть шикарно и роскошно женщина в вечерних платьях. Девушек мы оцениваем, конечно, по их улыбкам, по их радостному настроению, как они рисуют себя в зал. Конечно, это очень важно и нужно нашему городу, потому что радостные моменты должны быть в жизни у каждой любящей мамочки. Такие проекты обязательно нужны нашему городу, потому как мы не последний город в России и должны подвигаться вперед. Потому что, в первую очередь, это дает какое-то право показать себя и проявить, в первую очередь, проявить себя. Сегодня такие участницы, я смотрю, детей очень много. Они такие молодцы, они такие все идейные, интересные. Мне кажется, что основной критерий – это отношение к своему ребенку, к своей семье и, ну, скажем так, та гармоничность, которая есть вокруг этой женщины. Хотя, безусловно, на фоне конкурса присутствует определенная доля волнения. Мама должна быть великолепна во всех образах. Она должна быть и добрая, и обаятельна, и уметь находить подход как к детям, так и к своим близким, друзьям. Я считаю, что мама 21 века должна, в первую очередь, все и везде успевать, потому что времени всегда не хватает, а семья, дети – это самое главное, нужно им уделять много внимания. В первую очередь, по тому, как держится мама на сцене, вот, как и внешне выглядит. Ну, и вообще, просто энергетически чувствовать, человек. Кстати, второй сезон проекта, который стартует 26 марта, будет отличаться от дебютного. Чем именно, узнаем совсем скоро. В настоящий момент в официальной группе популярной соцсети «Конкурс мам. Мама 21 века» проходит набор участниц. Победительницей первого сезона стала Елена Сибрикова. Впрочем, радостных эмоций и приятных подарков в этот вечер хватило на всех. Еще больше новостей о интересных проектах на YouTube-канале Beauty Time. Подписывайтесь!